Внимательнее стоит быть водителем еще и по другой причине. Речь идет о сигнальных столбиках. Их на улице Воровского установили в середине сентября, но функцию своей они уже не выполняют. Автомобилисты предполагали, что зимой они окажутся завалены снегом. Ждать декабря не пришлось. Ограждения уже покрылись слоем грязи и сейчас их не видно, особенно в темноте. Теперь вопрос, так нужны ли вообще эти столбики? Вместе с экспертами выясняла Елена Шарыгина. Слились с дорогой и стали незаметны. Сигнальные столбики на улице Воровского спустя полтора месяца после установки покрылись грязью и пылью. И уже не привлекают внимания так, как раньше. Они были установлены на разметке для того, чтобы разделить потоки встречных автомобилей. Место аварийное. С этим нужно что-то делать, согласен общественник Александр Ливанов. Но не так. Ясно, что люди, которые оставили эти ограждения, они в первую очередь беспокоились о безопасности. Другой момент, что, конечно, почему-то, когда делаются какие-то меры, никто не объясняет, почему они происходят, как это будет влиять на безопасность, как это дело в дальнейшем содержать все. Александр Ливанов привел пример. Выделенные полосы для общественного транспорта. Так сказать, сразу двух зайцев поймать. Улица Воровского в этом месте имеет по три полосы в каждую сторону. Если обе левые полосы отдать автобусам и такси, выиграют все, считает общественник. Двух полос для движения автомобилей будет достаточно. При вот таком раскладе, когда невозможно их очистить и так далее, то есть они создают больше проблем. То есть в конечном итоге, я знаю даже пару аварий, когда люди уходили от столкновения с сигнальными столбиками. Один в колодец улетел, другой на поребрик. Кировские водители разделились. С одной стороны безопасно, а с другой неудобно. Приходится вот туда ехать на перекресток. Я вот часто вижу, что водители нарушают прямо на пешеходном переходе. Присутствие людей разворачиваются, представляете? Ну, днем они как бы не мешают, ночью мешают. Это правильно, я считаю, что их поставили так, как они препятствуют обгону. Часть столбиков покосилась, некоторые еще держатся. Но что их всех объединяет, это слой грязи и пыли. Свет фар конструкции уже не отражают. Днем их видно, а вот в темноте они сливаются с дорогой. Как их будут приводить в порядок, возникают вопросы у жителей города. Вручную тряпкой не оттереть, а умоченные машины напор воды сильный, как бы столбики не снесло. По последней информации, которая поступила из управления дорожной парковой инфраструктуры, уборка закланирована в ночь с 4 на 5 ноября. Ну, естественно, это при положительных температурах воздуха. Участок улицы Воровского от Кочкиной до Производственной, по мнению ГИБДД, был местом концентрации ДТП. Чтобы это исправить, госавтоинспекция направила рекомендации в администрацию. Стражи дорог подсчитали, аварий действительно стало меньше. На участке дороги улицы Воровского от улицы Производственной до улицы Екатерины Кочкиной, где установлены сигнальные столбики, дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением очередности проезда, не допущено с момента их установки. За прошлый год на данном участке произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы. Такие же сигнальные столбики установили на Октябрьском проспекте у пешеходного перехода около цирка. По информации ГИБДД, после монтажа аварий не было. А в прошлом году на этом участке произошло 2 ДТП, 2 пешехода пострадали.